Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Перефразировав строки поэта, весенняя пора, а чей очарование? Это правда! Мы радуемся солнцу, радуемся пробуждению растений, точно так же растения радуются этому солнцу, теплу и радуются, наверное, нам, потому что мы за ними ухаживаем. И вот одно из первых огородных растений, которое пробуждается к росту, это, конечно, чеснок. Вот еще только, можно сказать, начало марта, а чесночок у меня уже вылез. Говорят синоптики, что мы на три недели в этом году опережаем нормальные погоды, нормальную фенологию. И, конечно, велики риски, что холода еще вернутся. Как следствие, чесночок пожелтеет, холод прижарит, так сказать, эти верхушечки, и потом будет очень много переживаний. Ай-яй-яй-яй-яй, чеснок желтеет, что же делать? Ну, во-первых, то, что кончики у чеснока могут желтеть, как видите, это естественная реакция на холодовое повреждение. Но можем ли мы чесноку сейчас как-то помочь? Да, конечно, можем. Вот когда чеснок уже начал расти, у него в луковичке, которую мы осенью закопали, у него уже истощились запасы и питания, и азота, и фосфора, там, калия, всего остального. И очень хорошо его сейчас немножечко подкормить. Пентасульфатную подкормку можно сделать попозже, где-нибудь к концу марта-началу апреля, когда чеснок именно в активную фазу роста вдарится. А сейчас вот самую первую подкормочку чеснока можно сделать очень простым раствором. В холодный период чеснок очень страдает от нехватки двух элементов питания. От нехватки калия. Калий повышает холодоустойчивость чеснока. И не хватает ему азота. Из-за этого перо желтеет. Проблема в том, что даже если вы туда азота ввалили в виде нитрата какого-нибудь, или он уже с осени преобразовался в нитрат, а и уже вымылся из этой почвы, все равно в холодной почве ни мочевина амидная форма, ни селитронитратная форма усваиваться чесноком не будут. Поэтому сделайте очень простую подкормочку. Возьмите литр золы, древесной золы, разболтайте в 10 литрах воды. Обязательно погасите ее уксусом. И положите туда столовую ложку сульфата аммония. Если у вас нету сульфата аммония, то положите туда 2 столовые ложки 10% нашатырного спирта. Конечно, использовать нашатырный спирт для азотной подкормки растений, с точки зрения нашего кошелька, это кощунство. Это самый дорогой азот, который только можно найти. Однако, в этот период это может быть оправдано, если у вас нету сульфата аммония. Сульфат аммония – самое дешевое азотное удобрение, которое вы только можете найти. А нашатырный спирт 10% – это самое дорогое азотное удобрение, которое вы можете только найти. Но еще раз скажу, это сейчас оправдано. И вот сделайте такой растворчик, обязательно погасите залу, потому что иначе аммония, аммиак улетят у вас из челочной среды. И разнесите буквально по литровой баночке на погонный метр, разлейте леечкой, пройдитесь по вашему чесночку. И это будет отличное, отличное подспорье для того, чтобы поддержать сейчас чеснок, который уже показался из земли. Если же все-таки ваш чесночок подмерз, и у него вот эти желтые пресловутые кончики появились, возьмите такой препарат, как реаниматор КМЕ. Это универсальный восстановитель растений при повреждениях. И разведите его 100 мл на 10 литров, и буквально легко опрыскайте ваши чесночки для того, чтобы вот эти желтые кончики, последствия не повлияли на урожайность вашего чеснока. И у вас весна пройдет ну просто замечательно, будет чеснок загляденье. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи.